Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Рекордное количество участников в сезоне. Большой фестиваль детских команд. Глава Самары Елена Лапушкина обсудила с самарскими КВНщиками планы на ближайший год. Долг, честь, защита родного края. В городе продолжают работу пункты отбора на контрактную службу. Как перевязывать раны и делать уколы. В областной столице добровольцев учат оказывать первую медицинскую помощь. Мешают пешеходам и транспорту оставляют мусор. Организаторов незаконной торговли привлекают к административной ответственности. Молодые люди, которые к решению разных вопросов подходят с юмором, творчеством и особым взглядом на жизнь. Глава Самары Елена Лапушкина пообщалась с самарскими КВНщиками. На встрече, которая прошла в Центральной городской библиотеке имени Крупской, обсудили успехи самарских команд в телевизионных лигах, планы на предстоящий сезон и проекты, направленные на развитие движения в городе. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Самарские КВНщики этот год начали с рекордов. Делегация 63-го региона стала самой массовой на международном фестивале в Сочи. Более 20 команд представляли Самарскую область. Некоторые из них смогли покорить жюри и будут выступать в телевизионных лигах. Рекордным будет и сезон самой Самарской лиги. Сразу 30 команд, почти в два раза больше, чем в прошлом году. В 2023-м самарские КВНщики планируют провести и два крупных фестиваля для детских команд, которых в регионе очень много. Сначала на День защиты детей состоится марафон в Струковском саду, а потом в преддверии Дня города пройдет масштабный кубок губернатора для юных КВНщиков. Планируется участие команд из разных регионов России. Об этом самарские КВНщики рассказали на встрече с главой города Еленой Лапушкиной, которая прошла в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Отремонтированный по нацпроекту «Культура». КВНщики поблагодарили главу города за поддержку, благодаря которой возможно дальнейшее развитие движения, а также пригласили ее на ближайшие игры. Возможность поддержки и администрации городского округа Самары, и правительства Самарской области, в частности губернации Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, помогает нам это планировать именно долгосрочно, потому что нет какого-то опасения, что это может закончиться. Это здорово, и этот проект набирает обороты, и больше 4,5 тысяч участников в нашем движении. Это, наверное, говорит само за себя. На встрече присутствовали и участники телевизионных лиг. Команда «Волга» представит Самару в Международной лиге в Минске. Игра состоится в конце следующей недели, но ребята уже на чемоданах, потому что надо заранее показать материал редакторам и собрать реквизит для выступления. На месте будем делать, потому что, к сожалению, багажное отделение не рассчитано на некоторый крупный габаритный реквизит, поэтому будем уже ориентироваться на месте. Обсудили на встрече с главой города и ближайшие планы. По традиции самарские КВНщики присоединятся к проведению месячника по благоустройству. На своих субботниках молодые люди не только убирают территорию, но и показывают смешные номера и импровизируют, заряжая горожан хорошим настроением. Сегодня с ребятами проговорили, действительно, у нас проходит традиционно каждый год веселый находчивый субботник. Всегда они проводили этот субботник по нашим пакетам. В этом году немножко ситуация поменялась, но совершенно точно мы найдем локацию для применения сил и умений, и уверенно к ним присоединятся и жители города. Мы постараемся, чтобы эта локация для проведения этого городского субботника была в непосредственной близости от уже привычного традиционного места. Самарские КВНщики занимаются и активной социальной работой. Недавно артисты подготовили выступление в госпитале, в котором проходят лечения участники СВО. Еще один концерт планируют провести в мае. А с прошлого года регулярно выделяют билеты в зрительный зал для военнослужащих и их семей на выступления самарских лиг. Так сделают и в наступающем сезоне, который стартует уже 1 апреля. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Долг, честь, защита родного края и близких. В Самаре продолжают работать пункты отбора на контрактную службу. Современную службу по контракту в России часто сравнивают с обычной работой. В отличие от срочного призыва, где военнослужащие имеют ряд ограничений, контрактники могут выбирать город и воинскую часть, а также получать льготы и ежемесячное денежное довольствие. Кроме того, военные выходят на пенсию не по возрасту, как обычные граждане, а по выслуге лет или состоянию здоровья. Пенсию по выслуге лет могут получить военнослужащие, когда стаж к моменту увольнения составляет 20 и более лет. Военный достиг возраста 45 и имеет общий трудовой стаж от 25 лет, из которых военная служба составляет 12,5 и более. О тех, для кого служба в армии не просто слова, а образ жизни, репортаж Ольги Павловой. Шагом! Ровным строем под руководством командира взвода связи ребята чеканет шаг. Строевая подготовка – дело практическое. Здесь каждый прием нужно отрабатывать многократными тренировками, отмечает военнослужащий Олег Кубышкин. В Самаре вместе с женой и детьми он счастливо живет уже три года. Служить по контракту решил сразу после прохождения срочной службы. Через несколько лет получил звание офицера. Оно дается тем, кто хорошо себя зарекомендовал и решил продолжить карьеру военного. Сначала, рассказывает Олег Валерьевич, немного переживала мама, но отговаривать даже не думала. Ведь служение родине – это долг, честь, защита родного края и близких. Мама одобрила, сказала, хорошо, иди, достойная профессия. За время прохождения службы по контракту Олег Кубышкин успел побывать во многих городах России и зарубежья. Командир взвода связи руководит личным составом, и пока на периферии выполняются важные задачи, поставленные вышестоящим начальством, здесь, в Самаре, семье Олега Кубышкина обеспечен надежный тыл. За три года Олегу Валерьевичу удалось в рамках контракта приобрести жилье по военной ипотеке, получить немало льгот и достойное материальное довольствие. Кроме того, контрактнику гарантированы бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях, кредитные, налоговые каникулы и многое другое. Для каждого мужчины важно знать и понимать, что его семья, как тыл, находится в комфортных условиях. И я, как военнослужащий по контракту, могу обеспечить свою семью, своих родных и близких, чтобы они себя комфортно чувствовали. Как подать заявление и отправиться служить по контракту, рассказывает начальник пункта отбора Алексей Савченко. По традиции лекции начинается с вопросов от желающих подписать контракт. Основные из них касаются правил заполнения заявлений, зарплаты социальных выплат. Отдельно проговаривают вопрос о найме жилья за счет накопительной ипотечной системы Министерства обороны. Александр готов подписать контракт уже сегодня. Для этого ему необходимо оформить заявление и пройти медицинский осмотр. Личное дело сформирует в пункте отбора на контрактную службу и направит в воинскую часть. Александр уже имеет воинское звание и навыки, которые необходимы контрактнику-военнослужащему. У комиссара были в военкомате, он объяснил, что направления там различные есть в разные части. Сроки отбора сейчас сокращены максимально. Буквально за день желающих служить по контракту проверяют на наличие уголовных и административных правонарушений. В отличие от срочного призыва, где военнослужащие имеют ряд ограничений, контрактники могут выбирать город и воинскую часть, а также получать льготы, ежемесячное денежное довольствие. Кроме того, военные выходят на пенсию не по возрасту, как обычные граждане, а по выслуге лет или состоянию здоровья. Пенсию по выслуге лет могут получить военнослужащие, когда стаж к моменту увольнения составляет 20 и более лет. Военный достиг возраста 45 лет и имеет общий трудовой стаж от 25 лет, из которых военная служба составляет 12,5 лет и более. Военная служба по контракту – это добровольно, то есть военнослужащий по контракту выбирает и воинскую должность, и место прохождения службы, то есть город и воинскую часть. Для поступления на военную службу по контракту необходимо подать заявку. Это можно сделать, обратившись в пункт отбора, через личный кабинет гражданина на официальном сайте Министерства обороны, через электронный сервис, стать добровольцем или контрактником на едином портале государственных услуг. Заключить контракт можно с 18 до 60 лет. В случае, если у вас дефицитная специальность, и у гражданина есть навыки, в принципе, допустим, управления транспортными средствами категории СДЕ, то мы рассматриваем граждан в возрасте до 65 лет. При заключении контракта на срок от года и более, в соответствии с указом президента России, военнослужащим предоставляется единовременная денежная выплата. Дальнейшее денежное довольствие состоит из месячного оклада в соответствии с присвоенным званием. Впрочем, когда делаешь свою работу с удовольствием, вкладываешь в нее душу, сердце, когда служба в армии – это не просто слова, а образ жизни. Достойная зарплата – приятный бонус за любимое дело, отмечает Олег Кубышкин. И это, как ни что другое, помогает военнослужащему стоять на защите интересов своей семьи и обеспечивать ей надежный тыл, стремясь к главной цели. Цель какая? Достойная прожить жизнь своей. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В Самарской области началась подготовка волонтеров для медицинских учреждений, оказывающих помощь раненым в боевых действиях. Слушатели получают знания по уходу за пациентами. Программа обучения инициирована в рамках федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Студенты колледжа имени Ляпиной начали обучать волонтеров оказанию первой медицинской помощи. Программа «Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтеров» инициирована партией «Единая Россия». В перспективе слушатели будут помогать раненым бойцам. Я понял, что хотя бы для общего образования, как бы жизнь не повернулась, может быть я тоже пойду волонтером. Я рассмотрел такой вариант. Может понадобиться вообще пройти эти курсы первой помощи. Слушатели учатся ухаживать за ранеными и пострадавшими, оказывать им первую медицинскую помощь, обеспечивать личную гигиену. После прохождения курсов каждый из них получит сертификат. Настолько они задавали правильные вопросы и отвечали главным вопросом, и повторяли ряд манипуляций, которые, в общем-то, выполняют медицинские сестры. Я думаю, у нас все получилось по обучению. В Самарской области на курсы записались более 40 человек, и это количество продолжает расти. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. В апреле в Самаре планируется начать ремонт путепровода 139-й километр, проходящего через улицу Земица. Это одна из ключевых дорог, связывающих промышленные предприятия с другими районами города. Заказчиком выступает Департамент городского хозяйства и экологии. Руководство мэрии подчеркивает, для минимизации неудобств горожан, особенно работников заводов, важно выстроить конструктивный диалог и с учетом мнений и пожеланий, сообща выработать комплекс мер. В связи с этим продолжаются консультационные встречи. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко провел уже вторую такую. В обсуждении приняли участие представители Министерства промышленности и торговли Самарской области, профильных городских ведомств, Департамента транспорта и Департамента городского хозяйства и экологии, администрации Кировского и промышленного внутригородских районов, ГИБДД Самары, РЖД, профсоюзов, подрядных организаций, промышленных предприятий, а именно Прогресс, УДК Кузнецов, заводов Авиакор и гидроавтоматика, конструкторского бюро Туполев. Кроме того, свои предложения представили президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», входящий в региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей Алексей Гусев. Помимо этого, пожелания озвучили председатели Советов многоквартирных домов. Главный вопрос касается изучения транспортных потоков, организации пути объезда путепровода, который предстоит полностью закрыть на время ремонта, и работы маршрутов общественного транспорта, трамваев и автобусов, трассы, следования которых будут скорректированы. А по просьбе руководителей промышленных предприятий будут запущены дополнительно два автобусных маршрута, чтобы заводчане вовремя добирались до работы. «Сегодня в полном объеме задали два у нас завода, сделали, чтобы мы пустили договорные маршруты автобусные. Ну, вы слышали, один идет с разворотной площадки, которую мы сделали по 67 маршруту в рамках кошелек проекта. В этой части его запустить сюда, до Землица. Второй маршрут – это от Барбошиной поляны до завода экрана. Два автобуса, которые ходят у нас через путепровод Землица. Он идет у нас в данной ситуации по Победе на Кирово, с Кирова на Заводской, с Заводского на Землица. Остановки те же, которые и есть, и были на сегодняшний день». Схема перекрытия в связи с предстоящим началом ремонта путепровода на улице Землица дорабатывается. В ближайшее время городские власти проинформируют о ней жителей, а также о том, как можно будет объехать путепровод и как будет следовать весь общественный транспорт в связи с ремонтом. Также горожане, особенно заводчане, попросили рассмотреть вопрос о возможности обустройства пешеходной дорожки вдоль железной дороги, по которой можно было бы кратчайшим путем выйти к объектам промышленности. Для выработки решения по этому вопросу нужно заручиться согласием Куйбышевской железной дороги. В Самаре состоялся форум «Кадры для цифровой экономики». В нем приняли участие заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин, депутат Госдумы Александр Хинштейн, а также преподаватели вузов, самарских IT-компаний и студенты. Площадкой стал Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики. В рамках форума организовали круглый стол и ярмарку вакансий. Подробности узнала Светлана Кудрявцева. Наладить коммуникацию между студентами и потенциальными работодателями, сформировать кадровый потенциал в сфере информационных технологий, обсудить меры поддержки. В Поволжском государственном университете телекоммуникации и информатики состоялся форум «Кадры для цифровой экономики». В диалоге с будущими IT-специалистами депутат Госдумы Александр Хинштейн и замминистра цифрового развития связи и массовых коммуникаций страны Максим Паршин. Самарская область традиционно сильна, как айтишный регион. Действительно, здесь есть ряд компаний, которые отсюда, так скажем, родом, которые дальше уже развиваются и на общероссийском рынке, многие из них выходят и на глобальный рынок. Поэтому, да, Самара – это один из опорных регионов, если говорить об отрасли IT и информационных технологий в целом. В рамках форума состоялся круглый стол, где выработали несколько важных предложений. Это создание центров сертификации IT-специалистов, налоговой льготы для компаний, которые вкладываются в развитие вузов, и формирование в университетах попечительских или управляющих советов из представителей бизнеса. Сегодня IT-сфера – цифра на подъеме. Доходы у бизнеса высокие. И, на мой взгляд, будет справедливо, когда сама отрасль начнет вкладываться в подготовку кадров для себя, для общества и для страны на завтрашний день. В прошлом году регион вошел в число лидеров по рейтингу одной из ведущих ассоциаций разработчиков программного обеспечения – это «Русофт». Мы находимся сейчас на шестой позиции. Это первое. С точки зрения роста оборота самарских этих компаний за последние три года, он составил 50%. И по уровню маржинальности мы сейчас вторые в Российской Федерации. То есть, с точки зрения потенциального применения знаний и навыков, конечно же, потенциал достаточно большой. Для студентов организовали ярмарку-вакансии. Учащиеся узнали, какие специалисты в сфере IT востребованы сегодня в регионе и напрямую пообщались с работодателями. Большой выбор. Рассказывают обширно, интересно и завлекают в свою историю. Знакомлюсь с некоторыми компаниями. Я понимаю, в моей голове определенно складывается картина, представление о той или иной моей будущей специальности. Я считаю, что это очень интересно. Даже если не брать обстановку, которая сейчас происходит в мире, это всегда будет максимально актуально, потому что не зря сюда идут из-за тенденции развития вообще информации, какие-то техники. Все будет больше, значит, все будет больше информации, надо будет больше защищать ее. По словам участников форума, такие мероприятия помогают молодым специалистам стать востребованными в новой цифровой эпохе. У нас 95% выпускников работают по специальности. То есть это прежде всего наши компании, очень много выпускников работает уже и в столичных компаниях, поэтому здесь у нас проблем как бы нет. А такое мероприятие, оно еще больше укрепляет как бы веру в себя студента, что ты всегда найдешь себе место на рынке труда. Также для студентов подготовили тематические викторины, памятные призы, а представители самарских IT-компаний продемонстрировали свои разработки. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. С наступлением теплой погоды в городе снова стали появляться стихийные рынки. Торговцы оккупируют людные места, тротуары на перекрестках дорог и пешеходные зоны. Мешают прохожим и оставляют после себя мусор. Одна из таких точек незаконной торговли регулярно появляется на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Какие меры в отношении продавцов принимает административная комиссия района, узнала наша съемочная группа. Продавцу по имени Андрей, представители административной комиссии района, в этом сезоне успели выписать уже больше пяти штрафов. Но он неизменно возвращается на это место. У вас продажа отбивает штрафы, поэтому возвращается. Ну, как вы думаете? Перекресток улиц Авроры и Аэродромной – уже много лет излюбленное место для стихийной торговли. Высокая проходимость обеспечивает продавцам хорошую прибыль. И сворачиваются они только при виде районной административной комиссии. А что же вы спрятались, когда мы подошли? Что мы заедем здесь плечом. Вы торгуете? Что вы стояли здесь, торговали? Когда? Ну, мы вас увидели. Вы уверены, что ли? Владельцев таких незаконных точек мало волнует облик города и здоровья жителей. Ведь торгуют вдоль дороги не только цветами и кроссвордами, но и продуктами питания. Вот и приходится представителями административной комиссии ежедневно обходить территорию района. Сотрудниками административной комиссии в ежедневном режиме проводятся мероприятия по привлечению виновных лиц к административной ответственности в рамках статьи 6.1 закона Самарской области об административных правонарушениях на территории Самарской области. На граждан штраф в размере от 1,5 до 4,5 тысяч предусмотрен, на должностных лиц от 5 до 7,5 тысяч рублей. За три месяца текущего года сотрудники административной комиссии района провели порядка 100 рейдов. Составили более 50 протоколов об административных правонарушениях на сумму свыше 150 тысяч рублей. Специалисты отмечают, за повторное нарушение штрафы увеличиваются. Для физических лиц достигают уже 5 тысяч рублей. Помогают проверяющим и местные жители. Они фотографируют точки стихийной торговли. Взаимодействовать с администрацией гражданам помогают управляющие микрорайонами. Принимаем жалобы от жителей. Активные жители присылают нам на телефон. Наши телефоны на сайте администрации есть. На телефоны нам фотографии присылают различные по правонарушениям. И мы тут уже, конечно, принимаем активное участие. И спасибо жителям, что они принимают активное участие, потому что без них у нас бы ничего не получилось. В составе административной комиссии железнодорожного района 9 человек. Они не только борются с незаконной торговлей, но и помогают создавать благоприятные условия для жизни самарцев. Следят за соблюдением закона о тишине, правил благоустройства и содержания территорий управляющими организациями. Контролируют безбилетный проезд и провоз багажа в транспорте. Такие комиссии действуют во всех районах Самары. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. В историческом центре Самары проходит заключительный этап монтажа тоннеля проходческого комплекса протяженностью 88 метров. Далее продолжится настройка оборудования, чтобы была техническая возможность пуска счета. Он пробурит тоннель метро от улицы Галактионовской в направлении станции Алавинская. Перед стартом проходки объект будет зарегистрирован в Ростехнадзоре. За месяц установка будет преодолевать 200-250 метров. Строительство новой станции метро «Театральная» на непрерывном контроле как со стороны профильного регионального министерства и его подведомственного учреждения, заказчика строительства, так и со стороны администрации Самары. Продолжают работать и в другой зоне метростроя на перекрестке улиц Полевой и Новосадовой. Здесь также работают в стартовом котловане. В апреле грузоподъемный автокран, который с Галактионовской временно перебазировали в Москву, вновь вернется в региональную столицу для дальнейшего монтажа второго тоннеля проходческого комплекса. После сборки, пусконаладки и получения разрешения этот комплекс будет двигаться в обратном направлении от Полевой и Новосадовой в центр города. Эксперты уверены, что с открытием новой станции, которая свяжет удаленные районы Самары с историческим центром, пассажиропоток вырастет минимум на 15%, так как этот вид транспорта не только удобный, но и быстрый. При необходимости муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Игры проходят в различных учреждениях нашего города, во дворцах культуры, в частности в центре, в КРЦ «Звезда». Проходили игры и в окружном доме офицера, и в оперном театре даже проходили игры. И я уверен, что на больших площадках это имеет место быть, а тем более вот сейчас ускоренными темпами строится метро, и я уверен, что КВНщики и зрители будут с удовольствием приезжать в центр, чтобы не только, например, погулять и насладиться видами нашего прекрасного города, но и, возможно, попасть на КВН. В традиционных песнях и танцах хранится душа народа. Впервые два прославленных коллектива – Государственный академический Волжский русский народный хор имени Милославова и Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Годенко выступили в одной концертной программе. О том, чем коллективы удивляли самарских зрителей, расскажет Александр Гусева. Волжские песни и сибирские танцы. Концертная программа «Вместе мы. Россия» объединила на сцене Самарского академического театра оперы и балета два ярких народных коллектива, раскрывающих всю красоту и многогранность русской культуры. Сам проект для нас, два коллектива на одной сцене, он абсолютно не нов, и мы даже очень стремимся к этому. Мы очень стремимся к этому творческому взаимопроникновению и очень рады. Мы вот первый раз у нас будут красноярцы, наши гости из Красноярска. Мы давно, их, они давно здесь не были, а мы давно хотели вступить в такое творческое сотрудничество. Концертные программы Волжского хора всегда события. Исполняются песни и танцы Золотого фонда, а также новые произведения в современных аранжировках. Волжский русский народный хор имени Милославова открывал концертную программу «Вместе мы. Россия». Артисты больше часа рассказывали зрителям о самобытности волжского народа посредством песен и танцев, а затем поприветствовали гостей из Красноярска хлебом и солью. Показать тем зрителям в городах, где мы выступаем, ну, такую наиболее разнообразную палитру. То есть вместе соединить на сцене различные жанры, стили, подходы, работу артистов. Всегда это очень интересно. Мне кажется, что зрителям это очень интересно увидеть на одной площадке свой родной коллектив и коллектив приглашенный. Ансамбль танца «Сибири» имени Годенко покоряет сердца зрителей уже на протяжении 60 лет. Искрометный темп, высокотехничные трюки, белокурые красавицы и красавцы – в этом и заключается узнаваемый годенковский стиль. Объединение позволило двум абсолютно разным коллективам обменяться опытом, а зрителю насладиться красотой народных песен и танцев по Волжье и Сибири. Александра Гусева, Николай Епифанов, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале администрации промышленного района сообщают, что сегодня провели очередной штаб, на котором обсудили организацию месячника по благоустройству. Проверили готовность управляющих компаний, предприятий и организаций к уборке города. Ранняя весна позволила коммунальным службам района уже приступить к работам. В промышленном районе Самары сейчас активно ведутся работы по очистке территории от зимних накоплений. Сотрудники управляющих компаний и подрядной организации наводят чистоту на газонах, проездах и тротуарах. Администрация Самарского района рассказывает в телеграм-канале о том, что сегодня в школе 63 прошло торжественное мероприятие, посвященное памяти героя Олега Георгиевича Шпака, погибшего 28 лет назад во время боевых действий в Чечне. В феврале отряду юнормии было присвоено его имя. Заместитель председателя Союза десантников Сергей Пархоменко передал в школьный музей берет и тельняшку Олега Шпака, а также флаг ВДВ, который теперь юнормейцы будут носить на всех патриотических мероприятиях. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok